Итак, всем привет, с вами SilentMashica, и сегодня для вас новости на 7 число 11 месяца 2018 года, и в преддверии выхода обновления, как обычно, накапливается очень много информации, поэтому, может быть, этот видео будет даже намного больше предыдущего, но так или иначе, давайте, собственно, приступим. И у нас имеется новый геймплей, совершенно новый, если вы знаете такой англоязычный платнер, как MKGamerCZ, то вы, собственно, знаете уже, с чем все дело связано. Кто не знает, так этому человеку DE дали доступ к DevBuild, чтобы тот сделал спонсированное разрабами превью Фортуны, поэтому мы можем посмотреть самую свежую версию DEBILDA, что там происходит. И такая заметочка, разрабы пока не планируют всем партнерам раздавать доступ к DEBILDA, это больше исключение, чем правило. Но так или иначе, вы можете теперь посмотреть на то, как выглядит будет новый лайк и оцена на звездной карте, хотя мы уже раньше это все дело видели, и еще дальнейшая информация, например, есть то, что резаки с Цетуса будут пригодны для добычи минералов в долине арбов, поэтому, по идее, вы можете самопрекаченный резак купить в Цетусе, и он будет работать для линей арбов. Я думаю, предыдущие тоже будут работать, но лучше пойти самым лучше, почему бы и нет. И старые резаки, они тоже будут работать по новой системе нагрева, когда обновление выйдет, поэтому попрощайтесь с старой системой. Она конет в лету. Еще можно будет использовать рыболовный гарпун из Цетуса для ловли рыбы-рыбы в долине арбов, но в таком случае рыба будет писаться как поврежденная, иметь будет характеристику, и Солярисы проявят такой рыбе намного меньший интерес. Поэтому новый гарпун для ловли рыбы на долине арбов нужно будет получить как можно быстрее. К тому же старые заряды Ачвинга все еще пригодятся нам в долине, поэтому, собственно, забудьте о том, чтобы у вас был хотя бы один. Но никаких неудобств в использовании Ачвинга, я замечу, не было в долине арбов, хотя разрабы и писали то, что Ачвинг будет использовать труднее, потому что Шторм, Снежный и так далее. Но по факту, как был Ачвинг, так и Ачвинг и остался. Считайте, как на равнинах Эдалона он применяется. Также при первом заходе в Фортуну нужно будет поговорить с Эодикой. Это женщина, которая похожа на функционал конзо в Сетусе. И с ее разговором запустится вступительный квест, где нам объясняют предысторию отношений Соляриса на Фейнью. Текущую ситуацию покажут, как работают заказы, то есть по факту такое вступительное обучение в всю эту новую локацию. По окончании же квеста вы можете делать то, что захотите. По поводу известных вендоров, которые будут в новой локации, это у нас имеется три новых синдиката, если можно так сказать. Первый синдикат это Солярис Юнайтед, а именно там будет Грубая Зуд, это женщина, которая за Китгана отвечает. Бизнес, естественно, он отвечает за рыбалку и спасение животных. Дымный палец, местный не шахтер-старатель. Ножки, он у нас отвечает за Моа Эудика, а-ля Конзу. Она является первичным источником заказов и отвечает за прогресс репутации Соляриса Юнайтед. Ещё будет некий тикер, можно перестивить его как Маятник. Его функционал немного отличается, потому что ничего такого подобного не было. Он позволит нам отплачивать долг некоторых представителей Соляриса в обмен на некоторые неизвестные нам блага. Поэтому мы сможем лично попробовать избавить Солярис от некоторых долгов. Второй же синдикат, он нам известен, это Перья. Ну, мы уже, собственно, знали, что Перья существует в синдикат, но за него отвечай будет Солярис Юнайтед, уточка. Аналог Пераонка, она будет выполнить себе функционал. Сразу же скажу, что те самые наборы брони, которые мы раньше видели в хаб-сайте, можно будет скрафтить у неё, купить чертежи. Плюс сказал нам партнёр, который снимал видео, что у неё есть что-то для борьбы с ракноидами, с пауками. Неизвестно что, он нам не поведал. Может быть часть усилителей, может быть какое-то новое снаряжение. Так или иначе, он посчитал это спойлером, поэтому нам не показал. Поэтому мы будем, собственно, смотреть. Ещё вентиляционные дети, естественно, будут представить из себя третий синдикат, представленный в Фортуне, а именно, доступ к ним происходит через шахту вентиляционной, поэтому они немножко спрятаны, но они, в основном, будут отвечать за постройку кей-драйвов. Ну, что, собственно, дальше? Дальше у нас поговорим немножко про заказы. Заказы можно будет брать не только у Эудика, то есть, это вот Аналаконзу, ещё будут способы брать заказы непосредственно в Долине Рбов. Например, у входа в Фортуну снаружи будет постоянно стоять агент заказами, и, так же, как я раньше упоминал, можно будет захватывать базы, на которых будут появляться агенты заказами. Но не все базы можно будет захватить, а только те, над которыми сияет столб оранжевого света. Мы идём туда, со случайного врага падает Датамаса, взламываем, получается подобие мобильной обороны, и потом база доступна для того, чтобы брать на неё заказы. Сами по себе заказы также были переработаны, они, во-первых, стали более разнообразны. Например, имеется заказ, где нужно вторнуться в здание и украсть данные по типу шпионажа. Будут стандартные также заказы на убийство всяких целей, на раскопки, на оборону, ну и на прочее-прочее. Однако, например, цели заказа на убийство какого-то моба могут быть не привязаны к конкретной локации, то есть придётся искать везде, по всей карте искать, поэтому это нечто новенькое. Плюс будет иметься в каждом заказе некоторое бонусное условие. Выполнив его, вы получите большее количество репутаций, селились в генетод за успешное выполнение заказа. Провал же бонусной цели не будет влиять на возможность выполнения либо невыполнения основного заказа. Обычно эти бонусные условия заключаются в том, что вам, например, надо не включить тревогу, сделать что-то как можно быстрее, не допустить нанесения повреждений на защищаемый объект, поэтому это добавит небольшой такой слой сложности к тем заказам, которые обычно бы посчитали достаточно простыми. Что довольно неплохо, но это опять-таки из возможных бонусов, которые получите вы за выполнение данного условия, зная только дополнительную репутацию Solaris United. По поводу кедра, у вас также несколько зашло дело. Самый первый кедра вы получите за вступительный квест Эудика, поэтому опять-таки вступительный квест не рекомендуется пропускать, да и я не думаю, что вас вообще пусть отравнены вот эти новые, которые дали нарвов без этого квеста. Ещё интересная вещь, если неудачно исполнять трюки, которые можно делать на кедра, то вы упадёте с кедра, как тряпичная кукла с оторванными нитями, то есть прямо оттуда в лицо грязью. Поэтому, если делать какие-то трюки, желательно их исполнять правильно. И в целом же вентиляционные дети, представляя себя отдельной синякацией и кедрявыми, репутацией будет набираться за выполнение трюков на этих досках и за успешное завершение специальных трасс, которые они, собственно, создали. Запуск же этих трасс или же гонок делается с помощью нахождения специального ребёнка, которого ник Бун, и у него будет иметься фиолетовая иконка на одном из этих детей. Собственно, по миникарте, либо на экране она будет отображаться. Прямо там они и в долине арбов будут иметься. Также было показано стрательство в действии, а-ля шахтёрство. Теперь нам нужно нагреть несколько точек. Чем точнее попадёте, тем больше минерала вы получите, то есть нагрев всякое такое. Но это мы уже видели, поэтому тут ничего нового не имеется. И опять-таки напоминание старой системы шахтёрства канет в лету. Рыбалка с новым копьём мы тоже видели, поэтому тут ничего нового нужно попасть в определённую область, чтобы сопоставить частоту и поймать, собственно, рыбку неповреждённой. Что совершенно новое для этой локации, так это, естественно, охота. А-ля консервации животных мы никого убивать не будем. Просто нужно будет нейтрализовать животных, чтобы в будущем их эвакуировать в безопасное место. Но чтобы это вообще заниматься этим, нужно будет купить у бизнеса транквилизаторную винтовку для обездвиживания животных и, соответственно, приманку, а-ля флейту. Этих флейт-обманок будет иметься несколько. Предназначены не будут подрастных животных, а именно всего 4 животных будет доступны, типа, с, собственно, выходом Фортуны. А именно Баларола, крутящиеся бронированные животные, Поберс, типа грызуна, Кубрадон, похожий на Кубро-агрессивное животное, и Вирминг, что-то по типу Лисы, наверное, тут можно сравнить. Но изначально будет доступна только одна приманка, вот этих крысоподобных Поберов. Остальные же приманки вы сможете получить к ним доступ по мере повышения ранга в Синекате Соляриса Юнайтед. При этом еще животные, сколько я знаю, разные обитают в разных регионах, поэтому вы не сможете в одном конце карты найти совершенно другое животное. Процесс же охоты состоит из четырех этапов. А именно, сначала вы совершаете поиск следов жизнедеятельности животного, затем вы ищите остатки следов этого животного, идя по следу, то есть следы все-таки не убрали из игры, слава богу. Дальше идет приманивание флейты, процесс, и затем усыпление транквилизатором. Тоже срабатывает, и потом вы эквируете вашего животного. При этом животные ведут себя по-разному, например, если Кубрадон напуган, то он станет агрессивным и на вас набросится, чтобы глушить, а потом убежит. Поэтому тоже следите за животными, но опять-таки, я думаю, что, как вы могли видеть на прошлом скрине, там имелось значок идеальная поимка, идеальная охота, поэтому я думаю, что идеальную охоту можно будет выполнить, если вы не испугаете животного, из-за этого получите больше репутации с Алиэсенатой, поэтому лучше животных не пугать. По поводу постройки Моа, тут ничего особо нового неизвестно. Опять-таки, есть четыре части. Модель, она отвечает за доступные заповеди. Гироскоп отвечает за дополнительную способность, сверх того, что имеется в заповедей. Тормоза влияет на доступные полярности, но все вообще части, они так или иначе влияют на статы, собираемого вами Моа, поэтому все части более-менее важны. По поводу китганов, тоже ничего особо нового. Патронник будет влиять на вид стрельбы, либо лазер, либо снарядами по очереди вы стреляете, либо что-то еще. Рукоять будет влиять на такие статы, как скорострельность, дальность эффективности стрельбы и полноценный ваш урон. Зарядник будет влиять на количество патронов, скорость перезарядки, шанс статуса, шанс крита. И китганы и его можно, соответственно, украшать для раскрытия потенциала Ализо. И на этом, по поводу того видеопревью, это, собственно, все. Но, продолжая тему Соляриса, у нас закончилась кампания с поиском меток. Да, это тот сегмент, где я рассказываю про те непонятные загадки. ПТС, собирая какую-то фразу из полученных найденных меток, ничего толкового не вышло, возможно, некоторая инфа была лишней. Но самая правдоподобная теория, которую я слышал, это то, что надпись указывала на определенную часть карты. И один из игроков предположил, что храм прибыли, это место нахождения последней поставки. Неожиданно бизнес отреагировал, и то отправил туда людей на поиск поставки. Они там это все дело нашли. И по итогу каждому тенне теперь полагается сверхтую долю, в которой у нас уже было еще по три формы и по одной наклетке на китдрайв. Поэтому, ей, мы с этим справились. Так как это была последняя поставка, больше мы ничего искать не будем. Все товары нам уже известны, которые мы получим, и все мы их получим путем активации единого промокода, который нам скинут при выходе обновления на ПК. То есть, на данный момент активировать нечего, и неизвестно что, собственно. На консолях тоже можно будет активировать код, когда выйдет обнован на ПК, для, собственно, получения ресурсов. Но специальная наклейка на китдра будет доступна только, когда на консолях выйдет фортуна. Поэтому вам придется с этим обождать. Но на этом загадки не закончились. Бизнес задавал на вопросы, на которые нужно было отвечать через Твиттер, и тем, кто успешно отвечал, скидывали куски нового досье, которое уже склеили и перевели. И, собственно, предлагаю вам познакомиться с данным досье. Вот, собственно, перевод. Имя. Ю-2278, ник Фореспай, раса Солярис, локация Фортуна, Долина Орбов, Венера. График, как обычно, слеживание прибыли. Колночка слева. Работа Бродяга. Интересная работа. Задолженность высокая. В скобочках унаследовал. Наказание полное возмещение. Неизбежно. То есть, означает, что парня разберут, его мозги пол кладут в склад, и он будет там дожидаться своей участи. Записи. За получение, владение и реализация похищенных благ. Кощунство. Бедность. Справа колоночка. Унаследованный долг. Родители мертвы. Смотрите, подавление на палубе номер 12. Что это за инцидент, к сожалению, неизвестно. Известные контакты. Бун. Уголовник, вентиляционный ребенок. Статус безработный. Так или иначе, парни скоро расчленят и отправят на складик, и бизнес-наберен с этим что-то сделать, помочь бедняге, например. Он сказал, что передаст ловечко Эудика. Возможно, как-то эта личность будет связана со вступителем Квестом, а может быть, он это просто так написал. Так или иначе, немножко досье мы получили. Возможно, в будущем мы получим еще некоторые досье. По крайней мере, пока много не выйдет. К слову, по поводу этого досье, есть одна интересненькая теория, с которой я хотел поделиться. И да, это салат машика из будущего, поэтому вы не говорите прошлому. В общем, как вы могли заметить, имя бедняги несколько необычное. Ю-2278. Необычно оно тем, что оно является кодировкой для знака уникода. И перевод данного символа, если можно, это назвать переводом следующий. Не меньше и не больше чем. Так что это довольно интересненько. К тому же, ник персонажа Форсбай. То есть, это дело все созвучно с четвергом. Сопоставляя данные, можно предположить, что Фортуна выйдет не ранее и не позже четверга. Поэтому, если вы хотели какие-то интересные теории по поводу того, когда вид Фортуна, раздрабы явно нам на что-то намекают. И эти совпадения в имени и одновременно и, собственно, никнейме этого псорода киборга довольно интересны. Поэтому, тут можно что-то замутить. Так или иначе, четыре года довольно реалистичной даты. И поэтому, я подумал, что стоит вам про этот повод тоже немножечко узнать. Также, было очень много информации с Твиттера, поэтому давайте ознакомливаться. Например, нам Стив показал новую тему интерфейса, стилизованную под Фортуну. Вероятно, ее надо будет покупать, поэтому, собственно, когда вы и там новое, будем уже смотреть. Также, за консервацию диких животных долины, мы сможем получить не только репутацию Solaris United, но и плюшевые игрушки, как декорации. Вероятно, они покупаются в бизнесе. Поэтому, довольно мило, если вам чего-то такого пушистого не хватало, сможете приобрести. Также, в процессе создания Горуды. А, кстати, у Горуды был такой интересный новый щит, который показал, опять-таки, тот вышеупомянутый партнер. Поэтому, щит меняется, ульту, к сожалению, не показал. Ну, так или иначе, в процессе создания Горуды, разработчики решили ввести новый тип, так называемых, премиальных сигилов. А именно, высора сигил, то есть какой-то сигил жестокости. Суть в том, что вы одеваете этот сигил на любого фрейма, и при получении повреждений, фрейм обливается кровью. Либо просто можете включить кровавый эффект, если вы в каптуре находитесь. Получается, этот сигил за приобретение набора Горуды в магазине, то есть за платку, соответственно. Также еще Шелдон сделал нам небольшую демонстрацию модулей эмоций для МОО. Опятки, первая агрессия, вторая любопытность, третья радость. Предлагаю вам, собственно, прослушать. Довольно мило, но как точно получать эти модули неизвестно, вероятно, за платку. Также еще у нас есть паблучевочек, который показал смену фокуса из меню арсенала. Но по факту это все дело не включает себе нового элемента интерфейса. Вы сможете из арсенала получать быстрый доступ в меню оператора или ярлык. Но что важно, так это то, что нужное вам меню фокуса будет сохраняться в конфигурации, которую вы выберете, что довольно может пригодиться. Также еще мы от нашего Джорда Спанаса получили инфу, что с Фортуны добавят около 20 минут новой музыки, что довольно приятно. Еще от Стива информация сбыла, что ближний бой 3.0, естественно, не выйдет с Фортуны, как вы уже могли догадаться, но вскоре после, чтобы это не означало. Также эта информация отводит нас в PS4.4, на котором нам сказали, что мы очень скоро узнаем подробности о ближнем бой 3.0, вероятно, на ближайшем дефстриме. К слову, следующий дефстрим, сказали нам на PS4.4, он будет после уже выхода Фортуны. Также еще неизвестно, будет ли прайм тайм на этой неделе, так как на этой неделе должны выйти, собственно, Фортуны, и разработчики, очевидно, будут нагружены. Также еще от Пабло нас была информация, а так как в игре потихоньку меняет весь интерфейс, собственно, люди предполагали, что будет с окном Арсенала, его же тоже должны переботать. И Пабло сказал, что его тоже заденет это все, ремастер интерфейса, но это случится не так скоро, так как Арсенал занимает довольно важное место среди всех элементов интерфейса, поэтому работа над ним начнется в условиях отсутствия больших обновлений на горизонте. Поэтому пока что у нас надолго останется в таком виде интерфейс Арсенала. По поводу консоли, я сегодня консоль уже упоминал, на консоли Фортуна выйдет не в этом месяце, согласно статье от PS4, стоит они написали «Ожидать зимой». Но зима понятие растяжимое, однако самая компания Digital Extrems указывает на срок в 3-4 недели, потому ставим на декабрь, может быть, переполнение декабря, кто его знает. Еще от ДЕ на форуме появились рекомендации по оставлению отзывов по игре, основная идея заключается в том, что отзывы должны быть простыми, обоснованными и вежливыми. Повод к этому посту был к тому, что скорый выход Фортуны имеется, и очень много будет отзывов от игроков в связи с выходом Фортуны и так далее, может возникнуть необходимость в переменах. И так или иначе, ДЕ предпочитают читать отзывы игроков, но хотят не разбираться с какой-то ерундой, где все ругаются, пишут ерунду и так далее. Поэтому было бы неплохо, если вы тоже будете ставить отзывы на официальном форуме Варфа, чтобы они тоже были простыми, обоснованными и вежливыми. Еще на Реддите, минутка Реддита, как обычно, предлагает, чтобы применение эмоций не блокировало перемещение во время действия, потому что на данный момент вы прожали эмоцию и застряли, пока вы не отключите то ли там проявлением вашего меню, либо опять тыканьем на иконку эмоций. Что было бы довольно неплохо, но опять-таки комментариев от раздравов пока что нет. Еще маленькая заметка, я, наверное, должен был об этом упомянуть еще в прошлом видео, но если вы пригляделись к грядущему оружию, а именно про, говорю про Окукор и про Батэкор, то могли заметить, что оно содержит в себе элементы владеющих разума. Возможно, мы узнаем больше о прогрессе исследований корпуса в этой ветве, но так или иначе, раньше уже было вооружение корпуса, основанное на дизайне владеющих разума, вспоминаю тот же Троллевер Келли Прайм, хотя оно не было реализовано напрямую в игре. Но так иначе, исследование корпуса намекает на то, что оружие владеющих разума, такой гибрид владеющих разума технологий корпуса имеется уже в игре. И под конец вам оставили немножко хождение от Стива по долине, поэтому, собственно, на этом у меня все. Поэтому всем всего, всем удачи и всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok